Почти 80 тысяч белорусских школьников и молодых людей прошлым летом не только отдыхали, но и зарабатывали. Такую статистику предоставило Министерство социального защиты и труда. И здесь на самом деле возникает вполне логичный вопрос. Что зарабатывать хочется и хочется закрывать свои потребности. Но родительской щедрости не всегда хватает, чтобы закрыть вот эти так называемые наши хотелки. Здесь возникает вопрос, где же взять первые деньги. Меня зовут Жан Сенкевич и сегодня в ближайшие 52 минуты в прямом эфире молодежного интерактивного проекта Пинкод мы расскажем тебе, как заработать эти самые первые деньги. Для того, чтобы быть активным участником нашей беседы, переходи на QR-код, который есть в правом нижнем углу экрана. Он периодически будет появляться по ходу сегодняшнего эфира. И расскажи нам, может быть у тебя был уже опыт работы летом? Или какие планы у тебя на это лето? Самые интересные сообщения, конечно, мы будем засчитывать по ходу прямого эфира. Ну а пока давай посмотрим, что наша команда подготовила для тебя в этом выпуске проекта Пинкод. Сегодня в программе разберемся, как школьнику найти работу, узнаем, как защитить себя, чтобы вместо денег не получить испорченное лето. И расскажем, как подросток смог заработать миллионы на рецепте печенья. Это Пинкод. Смотри, не пропусти. Да, зарабатывать деньги хотят многие школьники, но как это сделать правильно, не всегда понятно. Отсюда, соответственно, и появляется непонимание, а где устроиться на работу, а какая должна быть зарплата. И я провел небольшой опрос среди своих коллег, ребят из проекта Пинкод, и узнал, что первые деньги они получили в 16-17 лет, уже окончив школу. И может быть тогда не стоит в 14-13 лет уже начинать зарабатывать первые деньги, а может быть просто просить их у родителей. Будем разбираться сегодня в этом вопросе, и вначале хочу познакомить вас с гостями, которые уже готовы появиться в нашей студии. Марта впервые устроилась на работу в 14 лет. Уверена, что юность – лучшее время для выбора жизненного пути. Нелли Куприанович – психолог с 20-летним стажем, специалист, который обещает быстрое решение сложных проблем. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть в нашей студии. Да, Марта, давай начнем с тебя. Ты работаешь с 14 лет. Верно. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт, как ты получила эту работу, кем ты работала? Ну, в 14 впервые я расклеивала рекламу, нашла работу в интернете, позвонила, сказали, что берут с 16, но я не заказала, что мне 14 пошла так, как знала. Поверили на слово. Да, поверили. Паспорт у меня не просили. Ну, и так я работала пару месяцев, расклеивала рекламу. А почему ты решила вообще пойти на работу? То есть что тебе не устраивало? Ты говоришь, 14 лет, ну, казалось бы, здесь можно просто находиться рядом с родителями, которые периодически будут давать на карманные расходы. Да, согласна, но у меня была острая нехватка, нехватка денег, нехватка развлечений, там, удовольствий каких-то, и, ну, я пошла работать. Давай поговорим конкретно про цифры. Вот сколько тебе давали на карманные расходы родители? Ну, если брать в среднем, в среднем, в среднем, где-то, ну, 20-30 рублей в месяц. Ну, где-то много сразу, где-то вообще копейки. Ну, вот так, да. Ребят, те, кто смотрит нас в прямом эфире, я бы хотел попросить вас, если вам родители дают деньги на карманные расходы, напишите нам, сколько, да, чтобы мы понимали примерно процент составляющей, которую родители как раз-таки выделяют. Нелли, вот какой вопрос. Если подросток хочет пойти на работу в 14 лет, да, как здесь родитель должен отреагировать вообще? Вроде бы, зачем ему работать? Для чего? Ну, здравствуйте, зачем работать? Это вообще очень хорошая инициатива, и ее нужно поддержать. Вообще, ребенок должен знакомиться с деньгами где-то примерно с трехлетнего возраста. Например, в магазине, на кассе, дать тете кассиру денежку, купить, там, не знаю, мороженое или какие-то конфеты. И лет с 10 я считаю, что ребенок, подросток уже может подрабатывать деньги, и это нужно поддерживать. Если родители, наоборот, против как быть ребенком, ну, то есть, к примеру, приходит подросток, говорит родителям, я хотел бы пойти работать. Они говорят, спокойно, не надо, тебе еще рано, мы дадим тебе карманные деньги. Здесь же подросток попадет, ну, в такую тепличную зону, когда, ну, хорошо, родители дают. Так подросток, в принципе, живет в тепличной зоне, родители закрывают все вопросы, финансовые, не знаю, там, юридические, физические. Подростку стоит в этом случае обосновать. То есть, одно дело, когда просто я пойду подрабатывать. Родители, которые опекают, оберегают, там, гиперопека какая-то, они могут воспринять это как какое-то баловство, блажь или что-то новое, какая-то, может быть, афера. Значит, нужно обосновать, рассказать, почему, зачем я хочу. Ведь деньги – это очень мощная энергия, и деньги дают свободу и ощущение взрослости. Когда подросток зарабатывает первые свои деньги, он начинает чувствовать себя взрослым и ответственным. И тогда он может сказать, не-не-не, родители дорогие, теперь я подключу сам себе безлимитный интернет в свой смартфон. Сколько у тебя получилось заработать за лето, за тот период? И на что ты потратила свой первый заработок? Ну, за лето я примерно, ну, где-то тысячу рублей. Для меня это было очень много тогда. Ну, и в основном я тратила на такие вещи, как, ну, книги, одежда, купила бывший ноутбук. Я тому радовалась. А родители как-то контролировали твои расходы? Нет, не контролировали. Ну, вот я думаю, многие могут столкнуться с проблемой, что ты вроде бы заработал, да, своим трудом, там, две недели, неделю, расклеил объявление, либо выполнял какой-то еще труд. Потом тебе дали зарплату, и родители говорят, так, хорошо, ты это молодец. Теперь мы тебе расскажем, на что ты эти деньги будешь тратить. Как быть здесь? Ой-ой-ой, категорически нельзя. Это же первая ответственность и свобода подростка. И он должен научиться этими деньгами распоряжаться. Есть такой интересный момент, когда, например, подростку, предположим, там, дарят деньги, или ребенку дарят деньги на день рождения, на какой-то праздник, и говорят, вот тебе денежка, только потрать ее с умом, пойди купи себе теплые, не знаю, там, шарфик или там шерстяные носочки. В августе. Это в корне неправильно. Это в корне неправильно. Дали денег, все, пусть ребенок учится ими распоряжаться. Может быть, он сразу все эти деньги потратит вообще на какую-то ерунду. Может быть, он весь двор своих друзей решит угостить какими-то, не знаю, там, напитками или бургерами. Дайте возможность ребенку получить свой опыт, он на этом будет эволюционировать и ощутит физически, не знаю, эмоционально, морально, вот это вот, что такое деньги. Ведь деньги это что-то такое, вот, вроде бы они есть, а вроде бы их и нет. Ну, подождите, если он возьмет, просто спустит свою первую зарплату, я не знаю, получил там 300 рублей, да, работая за месяц, пойдет купить себе торт, компьютерную игру, ну, какую-то ерунду. Ну, так лучше бы было потратить эти деньги там на обучение, учебник купить, тетрадь, рюкзак себе купить. Это ерунда, это для родителей ерунда, а для подростка это что-то очень важное и ценное. Торт, компьютерная игра какая-то, не знаю, да может даже в благотворительность отнести, не знаю, на собак и котов эти деньги. Ребенок через это приобретает опыт, взаимодействие, да, сначала ему надо, может быть, потратить, может быть, даже потерять каким-то образом эти деньги, не знаю, слить их куда-то, чтобы понять, что, ой, я столько работал, и у меня удовольствие было на 5 минут. И хорошо, если ребенок будет обучаться этим вещам, ну, приобретать этот опыт на каких-то маленьких суммах, да, если он заработал 300 рублей, вроде бы как бы сумма большая, он ее куда-то растратил, расстроился, в следующий раз он будет более бережный, более экономный. И тогда родителям, вот если родитель говорит, так, вот твои 300 рублей, вот тебе там 50, вот тебе еще 50, то есть начинает распоряжаться, как родителям донести, что мама, папа, бабушка, дедушка, это мои деньги, я их заработал, и я их хочу спустить на компьютерную игру? А может быть, вообще не надо родителям говорить, куда ты хочешь потратить эти деньги? Так, а если у тебя их родители у тебя могут забрать? Ой-ой-ой, это вообще какая-то катастрофа, это прямо родителей надо лечить. Ну, скажем так, сочувствую этому подростку, но ему придется каким-то образом потихонечку свою свободу, границы простраивать. Если родители забрали деньги, значит, возможно, в следующий раз не нужно родителям говорить, что ты заработал денег, и сколько ты заработал денег, если происходит такая, скажем, дедовщина. Вредные советы на Беларусь-2 от проекта КНК. Да, извините, я такой специалист, могу давать вредные советы. Маша, скажи, пожалуйста, ты первые деньги, как сказала, заработала, а платили ли тебе родители, может быть, за то, что ты убираешься в комнате, не знаю, помыла посуду? Вообще, был ли такой опыт поощрения за твое поведение и за твою работу? Было, но очень редко. Это тоже сюда сразу вмешаюсь. Это вообще категорически нельзя детям платить ни за оценки, ни за выполнение домашней работы. Потому что, ну, это же, ну, это не работа, которая должна оплачиваться. Так, а если это будет работать на благо, и, к примеру, вот, как Марти заплатили за то, что она помыла посуду, и она начинает регулярно мыть посуду? А потом не допросишься помыть за собой же посуду бесплатно. Есть домашняя рутина, есть обязанности, есть какие-то обязательства. Ребенок должен их выполнять просто потому, что он живет в этом доме. Ребенок ходит 11 лет в школу, он, ну, он должен получить образование. Это его прямая, ну, вот, ответственность и обязанность. Не надо туда вплетать никакие дополнительные мотивации. Другое дело, если ребенок, не знаю, хорошо закончил год, оп, за это, не знаю, поощрили, там, не знаю, купили ребенку компьютер новый. Это или там какую-нибудь путевку в лагерь, в лагерь оздоровительный. Это другое дело. Это как бы уже получается поощрение. А вот эта вот стимуляция, а-ля стимуляция, заплатить за хорошие оценки, десятку получил, 10 рублей получил, это сильно ребенка размывает границы с реальностью. То есть он не до конца понимает, за что можно заработать в будущем, да? Да, у него он думает, что вот он, если, не знаю, помыл за собой чашку, мы за это должны заплатить где-то. Ну, на самом деле, если захотеть заработать, все равно ты всех денег мира не заработаешь, да? То есть нужно понимать, сколько бы ты хотел заработать, сколько по времени ты можешь работать. И вот здесь как раз-таки к нам на помощь приходит законодательство, чтобы ваш будущий работодатель не говорил, что вам необходимо работать слишком много, необходимо посмотреть наш следующий сюжет. Где и как заработать подростку в Беларуси? Это вопрос, которым задаются многие школьники. Но перед тем, как искать работу, стоит вспомнить, что по этому поводу говорит закон. В нашей стране начать официально работать разрешено только подросткам, которым уже есть 14 лет, и то только с письменного разрешения родителей. Они не могут работать столько же, сколько и взрослые. Для подростков установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Например, в возрасте от 14 до 16 лет не более 23 часов в неделю, а 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю. Продолжительность ежедневной смены несовершеннолетних во время каникул и учебного года также отличается. На каникулах дети в возрасте от 14 до 16 могут работать не более 4 часов и 36 минут, а в возрасте от 16 до 18 лет 7 часов. Во время учебного года дети в возрасте от 14 лет могут работать вообще не более 2 часов 18 минут, а уже с 16 лет не более 3 часов 30 минут. С правилами разобрались. Помни, они существуют для того, чтобы в первую очередь защитить тебя. Ну а зная закон, можно смело отправляться на поиски летнего заработка. Мы хотим познакомить вас с человеком, который свою первую работу уже нашел в 13, а то и 14 лет примерно. Это наш коллега Герман Малышицкий, ведущий, телеведущий на телеканале Беларусь. Герман, привет. Привет. Работал я тогда не на телевидении и не на радио. Я тогда работал, я помогал родителям на работе, и они платили мне деньги. Вот Нелли сказала до этого, что не должны платить деньги за какие-то рабочие. Секундочку, за домашнюю рутину и за оценки нельзя. Если ребенок работает у родителей на работе, это вообще идеально. Так это еще хуже, подождите, это детский труд, который можно просто оплачивать в 3 раза меньше. Там заправлять принтер, либо что-то еще, доверить это ребенку. Я скажу, что работать родителям, это очень плохо. Потому что, во-первых, у меня до сих пор есть фотографии в телефоне, до эфира искал. Я заснул на рабочем месте в первый же рабочий день. Они скинули родителям фотографию, что я сплю. Они все равно платили, и это на самом деле очень плохо. Мне кажется, что вот если это есть какое-то первое рабочее место, то это должно быть не у родителей, для того, чтобы ты понял, что такое настоящая работа, что учиться надо хорошо. Кричи не боем. Хорошо, в общем-то, чтобы потом не заниматься какой-то странной деятельностью в своей жизни. То есть я бы вот на это посмотрел. Но вообще очень неохотно берут. Я помню себя, когда я был подростком. Очень сложно найти работу. Вот у вас как было? Да, было сложно. Где искали? Просто я помню, что я всякие объявления в интернете смотрел. Тогда уже был интернет. И все равно, и все, когда узнаешь, что ты школьник, никто не хочет тебя брать на работу. Это большая проблема. Как у тебя получилось? Как ты нашла? Я помню, мне было лет 17. Ну, я сказала, что я школьник. А где ты нашла самообъявление? Объявление я нашла в интернете. А, тоже через интернет? Да, тоже через интернет. В основном я говорила, что я заканчиваю школу. Слушайте, ну сейчас век технологий, да, в интернете можно найти все, что угодно. Мне кажется, даже есть просто отдельные статьи, подработка для школьников. Есть. Не знаю, у меня вот трое детей. 20, 15, 10 лет на сегодняшний день. Все работают. Мои все дети с 10-летнего возраста пробуют зарабатывать денег. Вот сейчас у меня сыну Семену 10 лет. Он ходит на занятия по валянию в центре школьной работы. И он валяет всякие такие маленькие штучки. И я их предлагаю потом на маркете купить, делаю из них брелки. То есть ребенок, например, зарабатывает 5-10 рублей. Хорошо, а когда тогда детство? Если мы говорим, что вот ребенок там с 10 лет работает. А детство, подождите, мы говорили, я тысячи слышал психологов, тысячи психологов, которые говорят, что не трогайте детей, не записывайте их на 500 секций. А мы говорим про работу, потому что дети могут ничего не делать, это детство. Давайте мы разберемся, работа для детей и для взрослых. Ребенок 2 раза в неделю по полчаса сел, свалял 4 штуки, он заработал, например, в 40 рублей. Ну это у вас есть такая возможность, свалять что-то и так далее. А если родители, например, ну не бизнесмены, не хотят развивать там какие-то продажи, навыки и так далее. Так, есть можно как бы в гувернантке, в нянь идти. Но это же тогда не работа, это такая подработка получается. Это подработка, правильно, о чем я и говорю. Для детей мы не рассматриваем слово работа. Подработка. Но с подработкой есть другая опасность, к примеру. То есть когда выгул собак, никто официально, давайте откровенно, никто официально не будет трудоустраивать человека, который просто выгуливает собаку. Это нормальная, интересная история, мне было бы удобно, если бы моего пса там выгуливали. Но вы выгулили мою собаку там 3-4 раза, я говорю, все, спасибо, на звонки не отвечаю. Ну да, и такое может быть, никто ничего не застрахован. У меня такое было, я работал в интернете, какие-то объявления, надо было перенабирать какой-то текст и так далее. И я тоже, помню, две недели потратил, наверное, на работу, ну там не каждый день. И мне не заплатили, я помню, для меня такой был удар, я понял, работа не для меня. А что ты делал? Ничего я не делал, а что ты сделаешь? А ты же неофициально оформлен и так далее, потом ты начинаешь бояться, потом ты уже начинаешь подозревать, тебе не хочется искать работу. Вот на самом деле очень серьезная проблема. Мне кажется, что на базе школы должны быть какие-то места, где тебе предлагают подработать, выполнить какую-то работу за небольшие деньги. Мата, а тебе заплатили деньги, да, до конца, то есть все выплатили, никак не обманули? Да, я работала на неофициальных работах, мне в основном платили. То есть я как бы шла уже с тем, что, с уверенностью, что мне заплатят. Ну, давайте сделаем сноску, что здесь ответственность в первую очередь работодателя оформлять школьника, да, а не школьника. Ну, а кто захочет оформлять школьника сейчас, потому что все мы слышали, во-первых, информацию, что целый день работать нельзя. Нельзя. Работа должна быть легкая, потом окажется, что что-то не то ты делал, тебе нельзя было эту работу выполнять работодателя на каждый. Плюс есть особенность законодательства, что если ты работаешь не полный рабочий день, тебе должны заплатить, как школьнику несовершеннолетнему, столько, как человеку, который работает весь рабочий день. И в связи с этим тоже возникают вопросы, зачем оформляют такого сотрудника, который огромный пакет документов, я помню, когда официально... Так аналоги, мы еще про аналоги говорим. Ну, это понятно, они у всех одинаковые, но когда я устраивался в 15 лет на работу, мне надо было справку из школы, от родителей и так далее. Это такой редчайший, редчайший, это большая сложность для работы. Марта, если бы родители были, ну, обеспечены полностью и сказали, не надо тебе работать, доча, да, вот мы тебе даем сколько надо, там, 300 рублей в месяц, пожалуйста, 300, 600, значит 600. Ты бы как отнеслась к этому? Ну, только откровенно и честно. Ну, я бы отнеслась нормально к этому, я бы никогда не работала. Да, да, кто бы принять? Кто бы плохо отнесся? Я имею в виду, пошла ли бы ты работать или все-таки не пошла бы работать? Я бы не пошла работать. А как вот здесь быть, да? Вопрос не поняла. Как здесь быть ребенку, то есть ему нужно выходить из этой зоны комфорта? И как вообще понять, что нужно выходить? Если тебе дают деньги, ты даже не будешь задумываться о том, что нужно работать. Для ребенка очень полезно выходить из зоны комфорта. Он тогда больше готов к жизни за пределами семейной системы. Потому что как ни крути, ребенок, подросток заканчивает школу, он идет уже в мир. Заканчивает институт, он тоже идет в мир. И как он? Родители же не будут все время за ним ходить? Ходить, опекать, оберегать, говорить, это дорого, это дешево. Ну, я вот работал практически все лето, когда мне было там 16 лет. И я понимаю, что это же тоже плохо, потому что летом надо успеть отдохнуть. Лето так может, да, полететь. Надо правильно распределять нагрузку, ребята. Ну, все же как бы взрослые люди. Ну, так они не получаются, потому что хочется и деньги заработать. А для чего деньги зарабатывать? Всегда найдется, на что их потратить. Но для того, чтобы найти, на что потратить, давайте сначала найдем просто работу. Мы провели эксперимент, как подросток ищет работу. Давайте посмотрим его результаты прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в этом можно как раз стать биг-боссом и пойти на свою первую работу. Я считаю, что план отличный. Осталось только узнать, какие вакансии есть и что они включают в себя. Если вы умеете работать с графическим планшетом или же тянется до шага создания чего-то уникального, да и просто, если вы фанат работы лежа на диване, то фриланс вам в помощь. Для тех, кто хочет опробовать более активные варианты, мы собрали свою подборку вакансий. Как по мне, все же лучше, чем сидеть целыми днями на диване. Итак, у нас есть следующие вакансии. Это пешокурьер, комплектовщик, официант, раскрытищик объявлений и промоутер. Итак, давайте начнем звонить. Спасибо за ваш звонок. В ближайшее время вам ответят наши специалисты. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Я тут смотрел в интернете, вам нужен промоутер. Это так? Сколько вам полносят? 17. Это можно устроиться так, если не 17 только, и я в школе еще учусь. В каком вы городе? Минск. В какой период времени ищите работу? На летнюю подработку. Ваш там на период мы взял промоутингов, в случае, если мне нужен будет промоутер, сам взяжется. Спасибо большое, до свидания. Добрый день, это Ватарина Клышева. Вы ищите комплектовщика, так? В каком городе рассматриваю? В столице Минск. На полную частичную, да. На летнюю подработку. Для студентов и школьников 16 лет, наборки остановим, пока есть финальные кандидаты. Не быть мне комплектовщиком, конкуренция очень высокая. Вот так вот. У всех разная мелодия. Добрый день, Анатолий. Здравствуйте. Я смотрел в интернете, что объявления вы набираете официантов. Это так? Официанты, да. Скажите, вам есть на 17 лет? Нет, мне 17, я еще школьник. Это проблема? Большая, у нас пиво-ресторан, то бишь, это алкогольные напитки. Мы не можем их совершенно ледно брать. А вообще, в теории, в других ресторанах можно с 17 подрабатывать? Или только с 18 во всех ресторанах и кафешках? Там, где продаются спиртные напитки, то, ну, не берут. Ну, ведь есть всякие такие рестораны, которые, может, там кофе, прокачки есть всякие. Там можно поинтересоваться. Позвоним рекламщику. Расклеиваются объявления. Видимо, все работают. Не на месте. Скинули вообще. На сессии у них написано, что можно звонить хоть целую ночь, хоть целый день. Ну, в итоге, как видите, в конце, буквально через 10-20 секунд, они просто скидывают. Вы ищете пеших курьеров, это так? Да. Какой график обычно? Свободный график. Единственное, если у вас термокороба своего не будет, будет и в нашем работать. У нас он под залог 100 рублей, и минимум 25 заказов в неделю нужно будет делать. Ну, график сами выбирайте. Можете за день выйти и делать эти 25, либо на протяжении недели 5 заказов делать. И еще, вот мне 17, я могу подрабатывать у вас? 16, если разрешение одного из родителей. Выходит, что найти подработку летом непросто, но если у вас есть способности к чему-то и желание добиться своего, то все горы будут по колено, и все хотелки точно станут по карману. Да, действительно, как мы с вами увидели, не так просто трудоустроиться. Вот вроде бы звонишь по одному, второму, третьему объявлению, а вы хлопнули. Марта, у тебя тоже была похожая ситуация, когда ты пыталась трудоустроиться, вот так же звонила. Расскажи. Да, тоже сначала сбрасывали, не хотели меня брать. Но потом я поняла, что я сначала разговариваю громким голосом, уверенно в себе. Я больше задаю вопросов не так, что здравствуйте, ищу работу, и вот как бы у меня спрашивают. Тут больше я спрашиваю, кто, что, как. Говорю, что, ну, мне 16, мне 17, и сразу говорю о том, что я могу работать как взрослый, заявление родителей напишутся, согласие, разрешение, все это будет, без проблем. Ну, и так меня взяли на работу. На самом деле, хороший лайфхак. Вы можете взять тетрадь и просто законспектировать свои будущие потенциальные ответы, да, к примеру, будете ли вы официально работать, когда вам надо, потому что если это будет вот такая речевая импровизация, будет сложно на самом деле. Да, еще, ну, я бы рекомендовала все интересующие вопросы записывать, чтобы не теряться, не перезванивать, ну, либо же ехать на собеседование. Нелли, как повысить вероятность вот этого такого телефонного собеседования, чтобы тебя приняли? Уверенность прописать вопросы, сразу понимать, чего хотите и какая у вас цель. А можно ли вот говорить, а мне, знаете, да, мне уже 18, или тебе 14, ты говоришь, мне 16. Ну, если это официальное трудоустройство, то потребуют паспорты и документы, поэтому врать нет смысла. То есть, наоборот, это может сыграть, скорее, злую шутку с вами в будущем. Герман, ты с 14 лет, как ты говорил, работаешь, да? Может быть, ты перечислишь список профессий, которые, вот, на твой взгляд, подходят в этом возрасте? Или кем ты работал? Значит, кем я работал, расскажу. Значит, я был комплектовщиком, я шил маски для сна. Я не сам их шил, я их продавал. Это был мой мини-бизнес. Они очень хорошо продавались, их тогда в Беларуси почему-то не было в интернете. Я всегда шутил, но я же несовершеннолетний, чуть что не меня накажет за то, что продаю родителей. Вот. Потом что еще делал? Я работал корреспондентом, я писал статьи для газеты, журналов, кстати, очень хорошая работа, потому что никто особо не спрашивал. Гонорары по-другому немножко платятся, нежели чем обычные выплаты. А что такое гонорары? Гонорары, это когда ты написал статью, и тебе как бы не зарплату, а вот сколько написал, столько и получил. Там было немножко легче все это получать, по почте как-то денежки переводом официально приходили, там что-то подписывал. А приходилось ли тебе когда-то обманывать работодателя и говорить, что тебе тут же старше? Больше лет, чем на самом деле? Нет, потому что, ну, все равно тебе, мне кажется, сразу поймут, сколько тебе лет, потому что ты все равно документы свои высылаешь, когда устраиваешься на работу. Но мне кажется, здесь очень важно просто, как ты сам себя поставишь, потому что если ты придешь и начнешь, а, я не знаю что, или родители, например, скажешь, родители, идите за меня договаривайтесь, то ничего не будет. И в любом случае это интересно попробовать сделать так, чтобы ты сам походил, посмотрел, узнал, что людям вообще нужно. Потому что, мне кажется, надо ходить лично, потому что кто там звонит, ну, звонит какой-то подросток, ну, 15 лет, ну, 16, а все же мы абсолютно разные в этом возрасте. Кто-то уже готов к взрослой жизни, а кто-то еще маму покорми. А если мы возьмем вот летний период, 3 месяца, да, 90 дней лета, вот сколько из этих 90 дней нужно работать, а сколько отдыхать, чтобы получилось такое насыщенное лето? Я считаю, что 2 месяца лета на каких-то четверть ставки точно подросток может работать или подрабатывать. Потом 30 дней восстанавливаться. Почему восстанавливаться? Почему у вас такое какое-то понимание и позиционирование работы? Это что-то, какой-то ужас. Да это классно, это здорово. Смотрите, мы 9 месяцев в школе учили, носили, заучивали, расстраивались. Там все скучно. Да, 9 месяцев мы устали, и тут еще 2 месяца. Смена деятельности, учиться не надо, учебников нет, оценок нет. Заработал, получил денежку, пошел, купил себе, не знаю, кроссовки, в парк сходил. Когда есть какая-то цель, она все очень быстро делается, все легко, хочется, наоборот, больше смен взять, больше работать, чтобы быстрее прийти к этой цели. И получить вот эти вот, не знаю, своих заветных, там, не знаю, 300 рублей. А, то есть нужна цель какая-то, да? Нужно понимать, для чего нам идти на работу. Здорово, конечно, когда есть цель. Либо это просто на карманные расходы, а ну-ка, мотивация так себе. А когда, там, не знаю, я хочу себе новый смартфон, или я хочу себе купить какое-то приложение, или я хочу, не знаю, куда-то попутешествовать. А если все одноклассники не работают, да, и как бы зовут тебя, пошли гулять, пошли играть, пошли в футбол, волейбол, а у тебя, ну, видите, я на работу. Обычно подростки начинают во второй половине дня активироваться куда-то. Поэтому первая половина дня вполне себе подходит для 3-4 часа поработать. И очень много тех работ, где, вот, кстати, это такой совет, я бы искал ту работу, где очень много времени ты проводишь не один, там, например, там, в киоске, там, или шлагбаум, там, открываешь, или что-нибудь такое. А где ты в какой-то компании, где ты делаешь что-то в команде, потому что это классно развивает твои какие-то коммуникационные навыки. Ты, во-первых, знакомишься с огромным количеством людей, которые тебя в следующем году куда-то обязательно посоветуют, нежели чем-то один бы сидел и продавал этот квас. Вот и здесь как раз хорошая есть альтернатива работе и подработке – это волонтерское движение. Где, там, не знаю, первый год заходишь в волонтерство просто как помогать, потом тебя запоминают, тебя замечают, потом предлагают тебе какую-то подработочку. Но там же не платят. Здесь волонтеров присматривают, организаторы волонтерской движения присматривают, ну, на каком-то мероприятии, и потом приглашают на подработку. Ну, вроде бы с плюсами подработки летом понятно. И еще один такой момент есть. Когда человек идет волонтерить, там всегда есть какие-то свои плюшки, какие-то подарки, какие-то призы. Ну, конечно, благодарственные письма. Надо девушке какой-то подарок, там, не знаю, хочет волой человек подарить. А ты вместо этого благодарственное письмо? Не надо, не надо. Он уверенный, ответственный, так знакомиться можно. Получил какой-нибудь, не знаю, приз-сюрприз, который также можно подарить девушке Или закрыть этот, закрыть этот вопрос Мы все с вами разговариваем об одном и том же Мы постоянно говорим, что плюсы, 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 одни плюсы, сплошные плюсы Да, а какие минусы могут быть, если ты работаешь летом? Герман Лето проходит очень быстро Оно в любом случае проходит очень быстро, но когда работаешь, летит очень быстро Хотя, мне кажется, что если работа скучная, лето летит очень долго Поэтому тут Хороший вопрос, зачем идти на скучную работу? Да, да, это хороший вопрос А пока не пойдешь, не узнаешь Ну да, с другой стороны Поэтому надо пробовать одно, второе, третье Мы предлагаем и вам попробовать заглянуть в наш телеграм-канал Расскажите, какие у вас планы на это лето Работали ли вы? Сколько вам родители дают карманных денег? После рекламы вернемся и почитаем самые интересные сообщения Далее в программе Как попасть в студотряд и сколько можно в нем заработать? Не взяли на работу? Открой свое дело! Расскажем историю мальчика, который заработал миллионы на рецепте печенья Это Пин-код, оставайся с нами Вы смотрите молодежный интерактивный проект Пин-код на телеканале Беларусь-2 Мы в прямом эфире сегодня обсуждаем, как заработать свои первые деньги летом Если вам, кстати, исполнилось уже 16 лет, то вы смело можете идти в студотряд Что это такое и сколько там платят, мы узнаем у наших следующих гостей Анастасия Еленская, комиссар республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Уверена, что студенческий отряд – лучшее место для получения навыков первой профессиональной деятельности Анастасия, боец студотряда Став частью объединения, убедилась, что студотряды – это возможность получить не только профессиональный опыт, но и незабываемые впечатления Вадим, командир студотряда, точно знает, что студотряды – не отголоски советского прошлого, а настоящие приключения, песни под гитару и студенческая романтика Добрый день Добрый день Давайте для начала проясним, что такое студотряд, потому что это что-то такое из Советского Союза, я помню, нам рассказывали Да, но на самом деле студенческий отряд, если строго говоря, это добровольное объединение молодых людей от 14 лет до 31 года Которые желают трудоустроиться и также участвуют в программе плане деятельности, то есть в различных мероприятиях Но это такая, наверное, очень абстрактная формулировка Действительно студенческий отряд объединяет в себе, наверное, все самое лучшее, что возможно вообще в трудоустройстве Это и первый опыт, это и навыки работы в коллективе, это возможность взаимодействовать друг с другом Ну и, естественно, в принципе, что отличает студенческий отряд, а просто трудоустройство Это, конечно же, наша традиция В этом году студенческим отрядам уже 60 лет, мы гордимся этой датой И, конечно же, благодаря вот этой вот связующей нити, этим мероприятиям внутриотрядной жизни, это действительно студенческий отряд А если говорить более детально, чем конкретно занимаются ребята? Ну вообще у нас на сегодняшний день 7 профилей нашей деятельности Это сельскохозяйственное направление А что это такое? Ребята работают на различных сельхозобъектах Это экологическое направление, строительное, педагогическое, сервисное, производственное и медицинское Также мы еще выезжаем за рубеж Вот это последнее, самое интересное, конечно Да, ну вот как раз у нас сегодня есть представители Вадим, который был в прошлом году за рубежом На космодроме Восточный и возводил непосредственно своими руками Вкладывал, своим трудом делал вклад в этот объект Так, Вадим, расскажите, как вы туда попали? Что нужно было сделать, чтобы поехать на космодром и там что-то делать своими руками? Ну, мы проходили отбор, ну, каждый год мы ездили на Солино Ездили все время на БелАЭС, на ВМС, город молодости Становились неоднократно лучшими И по итогу решили отправить наш отряд, Эврика, на космодром Восточный Ну, есть ощущение, что там ребята постарше все-таки отправляются, да? С 18 лет, это студенты вузов Если мы говорим вот про 16 лет, да? То есть это минимальный порог вхождения в студотряд, да? Нет, с 14 лет С 14 лет Кем конкретно можно пойти и как получить эту вакансию? Ну, в принципе, для 14-летних, уже с 14 лет, открыты почти все направления, наверное, за исключением педагогического и медицинского Непосредственно на этих направлениях нужно образование, то есть без него, без уже специальной корочки, ты не сможешь трудоустроиться В остальных направлениях, в зависимости от условий труда, могут уже трудиться несовершеннолетние Как попасть в тот отряд? Просто можно заполнить заявку в кабинете первичной организации, это обычно на базах учреждений образования Так, вы пока рассказывайте, скажите, я так понимаю, что это формат онлайн, да? Все? В формате онлайн заполнить заявку Да, можно онлайн Куда нужно заходить? Ну, самый, наверное, простой способ, это зайти в наш телеграм-канал студотряды Беларуси И у нас есть специальный чат-бот, заполнив которым анкету непосредственно свяжутся по данной анкете и заявка пойдет в обработку Какая зарплата? Важный вопрос, наверняка, который волнует всех подростков Сколько платят в студотрядах? Вообще такой вопрос, наверное, нет единой ставки, нет единого тарифа Потому что различные условия труда, различный возраст, различное время, когда работает учащийся, либо студент То есть минимально нужно отработать 10 дней Максимально в студенческом отряде можно работать до года Ну и, естественно, заработная плата будет разная Ну и вот уже говорилось до этого, что несовершеннолетние работают неполный рабочий день То есть в неделю у них выходит, например, с 14 до 16, 23 рабочих часа И, естественно, от этого тоже зависит, какая будет сумма Но, тем не менее, это первые деньги заработанные, и это уже достойная заработная плата А имеет ли значение, не знаю, характеристика ученика? Всегда обычно говорят, только вот отличники, да, там, если у вас средний балл выше 8,0, тогда, пожалуйста, добро пожаловать на Байконур едьте А если у вас средний балл ниже, то мы вас вообще не возьмем У вас такая же история? В студенческие отряды мы приглашаем всех желающих, конечно, это в Республике Беларусь Ну а уже на объекты международные едут лучшие отряды, которые закомендовали себя на наших стройках и на наших объектах различных социальных И уже могут достойно представить Республику Беларусь Ну вот наш коллега Вика Щелканова постаралась достойно представить проект Пин-код в студенческом отряде Что из этого получилось, давайте посмотрим Студенческий отряд Беларуси в этом году празднует юбилей 60 лет Каждый год он становится все больше, но берут не всех Отбор жесткий Чтобы попасть в студотряд, надо сдать сессию, ознакомиться с основами трудового законодательства И самое главное – желание трудиться Ребята попадают в студенческие отряды достаточно с таким серьезным отбором Изначально, непосредственно в колледже, это ребята, которые прошли практики у себя в колледже и уже как-то себя проявили Потрудиться в этом году захотели более 19 тысяч студентов Все они подали заявки на трудоустройство На минское предприятие по производству сумок и изделий из кожи взяли 17 человек Они имеют возможность получить профессию, освоить новые навыки, умения Ну, одновременно и заработать денежные средства, конечно же, что для ребят немаловажно Они с удовольствием приходят и осваивают профессию Делают кожгалтерейные изделия, изготавливают по пошиву, либо сборки изделий Среди них и Настя Пилюк Я учусь в колледже индустрии моды, второй курс заканчиваю В колледже была акция после уроков где-нибудь работать И меня заинтересовало предложение на производстве, как шьются сумки К слову, на это производство, как студотрядовец, Настя пришла второй раз Признается, поначалу шить сумки было сложно и страшно Первое время что-то не получалось, а уже потом как-то привыкла, стали объяснять более подробно и мне понравилось Прихожу сюда в 8 утра, а рабочий день заканчивается в 15.45 Работой Настя отдел доволен и уверенно заявляет, трудоустройством в будущем студентка себя обеспечила Проявила за это время себя достаточно хорошо, уже приближается к выполнению норм У нее достаточно именно пошив получается хорошо Мы смотрим, к чему ребята способны, что получается лучше Пошив или сборка, обработка деталей Подбираем под каждого индивидуально На производстве говорят, берут всех, кто пришел от студотряда и по-настоящему хочет работать Ведь это лучшие ребята во всем Только что был наглядный пример, как устроиться на работу, чтобы вас не обманули Чтобы это было официально, чтобы вы получили все возможности, хорошие заработка Поэтому, если исполнился нужный возраст, добро пожаловать в студотряд Вот, глядя на этот сюжет, у меня появился вопрос А это всегда про физическую работу, физическую активность? Или бывает какая-то творческая, умственная? Конечно, студотряд это не только физическая работа А также, например, педагогические отряды Это больше про умственную деятельность Потому что нужно постоянно обдумывать процесс, как заинтересовать ребенка Как удержать его интерес Как развить его творческий потенциал реализовать Как сплотить команду, отряд То есть это всегда какая-то игра И то есть вожатому приходится постоянно что-нибудь придумывать Это мозговой штурм Вожатый спят по три часа в день А сколько нужно работать в студотряде, чтобы получить вот такую жилетку, как у вас? И столько медалей или как-то правильно сказать? Это не жилетка, это бойцовка А по традициям студенческих отрядов Бойцовку покупают молодые бойцы с первой зарплаты То есть они отработали целину, то есть на рабочий период И с первой зарплаты по традициям покупают себе бойцовку Может, это останется хотя бы после первой зарплаты? Конечно, да Отлично Так, теперь переходим к медалям, которые у вас есть Или такие стикеры, что это? Расскажите Это значки Значки бойцы зарабатывают Если вы где-то участвуете в каких-нибудь слетах или стройках Или вот Вадим участвует также в спортивных соревнованиях Выдаются значки То есть вы застужили, вы заработали, вы молодец То есть вы отличились Вот как же заработали свои первые деньги зрители наши? Давайте посмотрим Я просил вас в нашем телеграм-канале оставить мнение по поводу сегодняшнего эфира Рассказать, сколько вам дают карманных денег Либо какие у вас планы на лето Вот, к примеру, Дарьюша пишет Мне родители выделяют в среднем в месяц 10 рублей И это, как для меня, норма Отлично Вот, пожалуйста, первый финансовый опыт, я так понимаю Идем дальше Я заработала свои первые деньги, помогая бабушкам поливать огороды Так как им тяжело под солнцем все это делать Я всегда хожу в магазин За это мне дают сдачу А сдачу можно оставить себе Когда мне было 15 лет, меня устроили к моему дедушке Он тогда был прорабом Летом на стройку, подсобным рабочим Я проработал целый месяц и получил хорошую зарплату Отличный тоже способ как раз-таки первого трудоустройства Это было классно Помню, еще тогда хотел купить мобильный телефон Мне добавили родители и подарили его на день рождения Но это же замечательно Такой как раз-таки первый опыт Если у вас есть чем поделиться Обязательно заходите к нам в телеграм-канал Оставляйте свои мысли А пока прервемся на небольшую рекламу Далее в программе Узнаем, как подросток смог заработать миллионы На рецепте печенья Узнаем, за что наши зрители получили свои первые деньги И подведем итоги нашего интерактива Это Пин-код Оставайся на Беларусь-2 Молодежный интерактивный проект Пин-код В прямом эфире на телеканале Беларусь-2 Меня зовут Жан Сенкевич Сегодня мы обсуждаем тему Как подростку заработать первые деньги летом Где найти эту подработку Мы познакомили вас с таким движением, как студ-отряд Узнали, во сколько туда можно вступить А самый поздний возраст, когда молодой человек Может стать членом студ-отряда Это какой? До 31 года Ого, то есть 31 еще можно пользоваться такими возможностями Студент, да, подросток А как часто, если у вас есть статистические какие-то данные Кого больше? Подростков 14-16 лет, да? Либо как раз таки 30-летних? На самом деле, вот в прошлом году мы трудоустроили более 42 тысяч И половина из них это несовершеннолетние до 18 лет Ну и вот процент из оставшихся это студенты А бывали ли какие-то непростые ситуации? Может быть там подросток был недоволен той работой, которую ему дали Или там по итогу сказал, что мало заплатили Естественно, ситуации бывают разные, но в любом случае Всегда из них находится любой выход Как часто подростки обращаются к вам повторно? Потому что вот этот момент показывает то, что ему все нравится Если один раз он пришел к вам, вы дали ему хорошую работу, достойную зарплату Ну работодатели вы свели их То он придет и второй, и третий раз Как часто возвращаются ребята? Ну вот, наверное, здесь и присутствуют те примеры, которые можно показывать То есть ребята, которые уже несколько лет работают в студенческих отрядах Вот Настя в этом году создала свой отряд Так, а что это, какую-то возможность дает? Расскажи Ну, во-первых, это как раз-таки тема нашей беседы Это как раз-таки заработок А также студенческие отряды, это не только работа Это деятельность за работой Это различные роды мероприятия для сплочения коллектива Новые знакомства, новые друзья Некоторые семьи создают из студенческих отрядов, познакомившись То есть это большое такое движение молодежное Действительно, ребята знакомятся не только друг с другом Также со страной очень много возможностей дают Нелли, часто бывает, что в подростковом возрасте есть невероятные амбиции То есть ты хочешь сразу заработать, сразу много И отказываешься идти на работу с не самой большой зарплатой Как здесь правильно разграничить получение опыта И все-таки оценка твоих рабочих способностей? Ну это сейчас, к сожалению, характерно нынешней молодежи Они не хотят ничего делать и хотят еще много получать Но получается, никуда не денешься Все равно придется рано или поздно приобретать какой-то опыт именно трудовой И потихонечку повышать свою зарплату через свой труд, умение, ну и цели, полагание Ну а желание зарабатывать сразу большие деньги, это же хорошо Это хорошо, но не должно быть большого разрыва шаблона Если человек на сегодняшний день вообще ничего не зарабатывает и сразу хотит миллион рублей Он просто никогда его не достигнет Нужно ставить себе все цели от маленького и постепенно их наращивать Сначала заработать 100 рублей, потом 1000, потом 2000 И вот таким образом постепенно эти, потому что заработал, привык, адаптировался Потому что если вдруг свалились большие деньги на голову, это может закончиться не очень хорошо Но бывают и такие истории, есть конкретные примеры, как молодой человек стал миллионером благодаря печенью Да, давайте посмотрим эту историю и узнаем о ней немножко побольше Хотите построить успешный бизнес? Начните думать как подросток Так говорят на тренингах по бизнесу Ведь статистика показывает, что именно юные предприниматели зачастую открывают компании, которые стремительно растут Познакомимся с историей Кори Нивиса В 6 лет мальчик решил продавать горячий шоколад неподалеку от своего дома в американском городе Энглвуд Чтобы накопить денег на машину для мамы Он брал по доллару за чашку и вскоре понял, что можно заработать более существенные деньги выпечкой печенья Нивис начал искать в интернете рецепты и после трех месяцев проб и ошибок вывел формулу идеального шоколадного печенья Вместе с мамой он начал продавать печенье на местных мероприятиях, где оно стало настоящим хитом В 2015 году Нивиса пригласили на телевизионное шоу После чего он получил так много заказов, что уже не мог справиться с ними самостоятельно И снова с помощью мамы стал искать инвестиции на расширение бизнеса В этом снова помогло телевидение Участие в еще одном шоу принесло бизнесу 280 тысяч в переводе на белорусские рубли Которые помогли открыть интернет-магазин, нанять персонал и запустить доставку по всей стране Хочешь добиться успеха? Продолжай верить в себя, несмотря ни на что История Нивиса подтверждает эту поговорку На самом деле вдохновляющая история и этот путь может повторить при определенном стечении обстоятельств каждый Но давайте попытаемся разобраться, почему парню повезло? Есть ли какие-то определенные факторы? Что нужно выполнить, чтобы стать таким миллионером? Парню не то чтобы повезло, его очень поддержала мама Она его направляла, курировала, помогала А поддержка родительская это просто архиважно, это фундамент, это наша опора Далее симпатия Маленький мальчик делает печенье Скорее всего успех не вкусного печенья А люди поддерживали вот эти вот амбиции, стремления Какую-то цель такую благородную, хорошую Мальчик хотел купить маме автомобиль Ну, прям вот сердце, такая идея, такая цель греет И я бы тоже с удовольствием купила бы это печенье для того, чтобы поддержать цель этого малыша Хорошо, если разобрать на сослагающее Вот, к примеру, кто-то из наших зрителей возьмет, скопирует целиком эту идею Точно такую же историю придумает Легенду, что хочет маме либо папе купить автомобиль И начнет вот так же печенье продавать Это сработает? Это 100% значит, что миллионером станешь? Оно может сработать Не обязательно человек станет прямо миллионером Да, не надо изобретать велосипед Можно взять то, что готово и попробовать Это тоже хорошо сделать, почему нет? Если в Беларуси найдется какой-то ребенок-подросток Который с такой идеей выйдет Да, наверное, я бы его поддержала покупкой Заказом какого-то, не знаю, там, коробки большой печенья Ну, как видите, нет ничего невозможного Главное вот сделать тот самый первый шаг Как Нелли сказала, что очень важна все-таки действительно поддержка родителей Когда приходишь в студотряд Нужно ли согласие родителей? Следят ли как-то родители за качеством выполнения работы? За условиями, в которых находятся дети? С 14 до 16 лет учащийся идет на работу, конечно же, согласие родителей Они дают письменное согласие Далее уже 16 и выше этого согласия не требуется Но, естественно, несовершеннолетние С несовершеннолетними, да? Родителями таких детей идет тесная связь И, естественно, все успехи, все проблемы Они постоянно, мобильно аккумулируются и решаются А если заболел, да? Вот, к примеру, у взрослых, когда заболел, дают больничные А в студотряде это так же работает? Да То есть точно так же больничные оплачиваются, как и у взрослых? Ну, здесь, наверное, немножечко не такая система Потому что ребята работают в летний период и периоды ограничены Ну, естественно, многие отряды это, ну, не такие массовые по количеству дней Но если, как бы, ребенок, студент заболел, то, да, он не выходит на работу Ну, а потом ты уже... Если ты пришел с тут отряд, да? Начал работу Вроде бы было все хорошо, ты такой вдохновленный Но что-то пошло не так То ли коллектив не тот, то ли ты разочаровался в этой профессии И просто не хочешь продолжать Как здесь быть? То есть можешь ли ты закончить работу Либо ты обязан довести ее до конца? Ну, бывают разные случаи, такие не исключения Ну, и, естественно, если боец уже не хочет продолжать работу То, конечно, насильно никто не держит И трудовые договоры тоже расторгаются Такие случаи тоже есть Вернемся к нашему телеграм-каналу Посмотрим, что здесь пишут наши зрители Вот Дмитрий пишет Все же всем советую по максимуму отдыхать Потому что скоро начнется взрослая жизнь И еще наработаетесь Действительно, хорошая мысль Но почему бы не заработать первые карманные деньги? Главное здесь правильно распределить свое время А мы об этом в начале эфира сегодня говорили Дальше У нас на даче есть лесничество Там большое поле, на котором выращиваются елочки Там работала бабушка, мои подруги И вот мы ходили утром, помогали полоть эти елочки Мы заработали по 30 тысяч Нам было по 15 лет Сейчас нам уже по 30 Но 30 тысяч еще... На те деньги Да, на те деньги, которые были раньше Просто сейчас ты это понимаешь И когда есть время отдыхать Лучше, конечно, отдыхать Вот такие разные мнения Действительно, нужно понимать, что лето Оно кажется, что 90 дней Кажется, что это будет длиться бесконечно Вечно Да Как правильно потратить первые деньги? Вот такой вопрос бы я хотел, наверное, адресовать К тем, кто уже работал И какие ошибки лучше не совершать? Я считаю, что потратить деньги первые нужно туда, куда хочешь Искреннее желание Пробовать, не бояться Куда угодно На свои какие-то удовольствия, интересы На свои хотелки Да Я тоже так считаю Потому что, когда первый рабочий опыт Ты идешь работать для того, чтобы достигнуть какой-то своей цели Конечно, нужно себе поощрить То, что ты молодец, ты заработал, ты молодец Почему бы и нет? Поэтому я согласна с Мартой На свои хотелки Тоже поддерживаю Я помню, свои первые деньги Я купила мобильный телефон И работала все лето Но зато я уже знала, что это мое Это моя вещь И вот теперь всю жизнь это вспоминаю Ту модель Nokia Которую тогда приобрели Которую тогда так хотелось Получается, то, что заработано, оно очень ценно И это очень хорошо Мы здесь приобретаем много удовлетворения И из этого удовлетворения мы можем ставить корректные новые цели Которые будут достигаться Конечно, первые заработанные деньги Идеально вложить в какие-то свои удовольствия В какую-то ценность для себя Но и рассматривать, конечно, вариант Не знаю, принести их родителям Если есть в этом какая-то нужда Есть разный уровень дохода в семье Помочь семье И это тоже будет хорошо Это тоже хороший вариант, да Я считаю, что потратить можно куда угодно Не обязательно на себя Можно отдать родителям Можно купить что-то родителям Можно и на себя потратить Купить ноутбук Допустим, как студенту Мне нужен был ноутбук Я сидел на цели Самое главное, чтобы ваши мечты Благодаря первой работе исполнились Ребят, мы уверены, что лет вы проведете так Чтобы получить удовольствие Главное, делайте план Как понимать, какой месяц вы будете проводить Поэтому, если что, молодежный интерактивный проект Пин-код вам всегда поможет А далее в эфире телеканала Беларусь-2 Детектив Крепкие Орешки Оставайтесь с нами Всем пока Редактор субтитров А.Семкин